На средней дистанции Тувинский Борис в первой схватке отменную работу ног показал и приходится завязывать ее руки, чтобы найти, да, сейчас, за уход, за глухую защиту наказывается. Да, и Джей Акер Ресолович наказывается сейчас и его соперник Семенов получает один балл, но это ничего пока еще не значит, еще две минуты бороться и если, опять же, балл дадут его сопернику, если сейчас он активизируется, может сейчас даже за ковер вытолкнул и вот балл заработал и уже ведет и Джей Акер 1-1 при равенстве баллов. При своем росте, вот, опять зацепляет. И снова зацепляет, очень хорошо он свои рычаги длинные, да, использует, руки, ноги, да, хорошо контролирует соперник, очень хорошо чувствует. И напрягает корпусом своего соперника, движения такие волнообразные и когда и отходит, и когда вперед уходит, он когда выталкивал и балл зарабатывал, да, он за счет вот работы ягодичных мышц, мышц спины, он просто как бы не дал возможности сопротивляться. Но Нергун Семенов должен найти ключ к этому борцу. И готовит, он готовит свои действия, обманный проход, обычно через такой проход, когда выходит, делает и переводит соперника, но здесь опять попадается. Да, очень здорово он использует свой рост, да, действительно, Эджи Акер. Поднял его на носочки, да, и вытолкнул. Очень хорошо чувствует, контролирует, и да, рискнул сейчас, да, Нергун Семенов, но ничего не смог, да, здесь противопоставить, да, Эджи Акер Соловичу. Очень сложно, да, вот с таким борцом, хорошо, во-первых, подготовленным и антропометрически очень неудобный, да. Вот Танец Орла, который в национальной борьбе у тувинцев исполняет каждый борец, должен исполнять. И вот, конечно. Но здесь он активный захват у него. Ну, надо сказать, что вся схватка прошла под диктовку Эры Соловича, да, Эджи Акера. И следующая пара, Ильич Бек, Турсуналиев, Кыргызстан в красной форме, и Андрей Винокуров, Республика Саха-Якутия. Но мы уже не успели, да. Здесь обоюдное падение показывает. Продолжается, 2-0, впереди. Ильич Бек, Турсуналиев. Осторожно надо быть Андрею Винокурову. О, ну здесь кистая победа. Да, это схватка за финал. И, конечно, большая радость для Андрея Винокурова. Здесь рискнула, промечивая Ильич Бек, Турсуналиев. Он же выигрывал 2-0. Зачем надо было сейчас лезть, да, в атаку? Ну, открытая была, открытая. Да, да, да. Он заманил. Заманил его, да. А, коллег, пожалуйста, Сергей Ильич Бек, первая команда Республики Саха-Якутия. Ну, здесь правила для национальной борьбы, наверное... Вот он контролировал. Это заслуженная победа Андрея Винокурова. Он просто очень красиво заманил его, показал ноги и просто юный борец не удержался. Да, чуть-чуть не хватило опыта, мне кажется, Ильич Беку, да. Надо было здесь, конечно, чуть поосторожнее схватку вести. Три минуты всего, в принципе, схватка идет. Если ты выиграешь 2-0 по предупреждениям, то надо, конечно, чуть поосторожнее вести себя на ковре. Сергей Иванов, Республика Саха-Якутия. Ну, это опыт. Бахтиер Елболган, это группа Б, весит до 50 килограммов. И схватка за бронзовую медаль, да. Пока еще неизвестно. Ну, имеется в виду, мы посмотрим схватку уже в вечерней программе, да. Сергей Иванов выиграл, да. Как свалил, даже не успел посмотреть. Давайте посмотрим. Повтор сейчас посмотрим. Атака Нарком и... И как поднял, да. Переворот за ведро. Молодец. Сергей Иванов. Хорошую победу одержал. Продолжит борьбу за бронзовую медаль. Поймал на встречном движении своего соперника и вот вывернул. Следующая схватка. Спортсмен из Монголии в красной форме. Цокбаяр Бурендурен. И в синей форме Арам Агаджанян. Армения. Арам Агаджаняна мы видели в схватках по самбо. Был очень активен этот парень. Хорошую борьбу показал. Но здесь он, конечно, чуть-чуть. Ему опыта здесь не хватает. Попробовал себя в борьбе Хапсагай. Но самбо и Хапсагай две большие разницы. Борьба борьбой. Но здесь абсолютно другая школа нужна. И, конечно, проиграл здесь Арам Агаджанян. Как мы говорили, все борцы из Монголии, Тывы, Бурятии имеют свою национальную борьбу, которая во многом схожа с национальной борьбой Хапсагай. И с детства, конечно, парень боролся. Видно, да, это даже по тому, как держится настоящий борец. Перевод и активный захват сейчас у Монгольского борца. Но... Монгольский спортсмен был очень хорош в первом круге, да? Да. Победу одержал над Василием Кириллиным, который представляет Дальневосточный федеральный округ. Но его соперник Иржан Бакыт был не так убедителен в первом круге. Но посмотрим. Сейчас он выигрывает 1-0. По предупреждению его соперник первым вышел за ковер. Ну вот о чем мы говорили. Очень красиво, убедительное. Ну, сейчас будет просмотр, мне кажется, потому что многим показалось, что первым коснулся ковра Цирена Чирамгалан Батор. Вот он перед вами. Ну, давайте посмотрим мы тоже. Ну, два, спасибо. Да. Первым сейчас упал на ноги, мне кажется, да? Здесь просит, чтобы до падения было. Был свисток тоже, как в первом раз, да? Поднимает руку спортсмена. Из Казахстана Бакыт Иржан. Очередную победу, вторую победу одерживает. Это уже не случайность, да? Ну, да. Это уже не случайность. И отчинное обидное поражение для монгольского борца. Цирена Чир хорошо таковал, да. Сомнений нет. Здорово цеплял соперника. Это Якутия. Республика Саха. Первая команда. Сергей Каратаев перед вами. И в синей форме выйдет Рикеш Намбияр. Индия. Ну да, здесь уже, как можно сказать, полуфинальная. Победитель этой пары окажется в третьем круге свободным. Он будет обеспечить себе минимум серебро. Так что ответственная схватка для Сергея Каратаева. Такая не борцовская сложение у парня из Индии. Но вот какой победа одержал в первом круге. И стойка интересная тоже. Сергей Каратаев здесь найдет и ключ к этому борцу. Цепляет. Здорово. Не просто оказывается, да. Да. Просто за счет тягучести своей у нас. Он у нее как коронка. Захват двумя руками за шею. Но здесь оставляет. Не надо было пройти в ноги. Как-то слишком, скажем, открыто была стойка у парня из Индии. И как только вышли спортсмены на ковер, мне показалось, что надо брать действительно за переднюю ногу. Поздравим Сергея Иванова за выход в финал и его тренера Василия Иннокентьева. Вот, смотрим. Очень хорошо прошел ноги, да. Поднял соперника и вот. Поставился индусский борис. Ноги оставил. И за коленный сустав Сергей уверенно завершил эту атаку. Вывел взравновесие сначала с движением. Хотел еще подсекнуть, но переподнял. И в группе «Б» сейчас продолжатся схватки. В борьбе за бронзу будут еще несколько схваток. Василий Кириллин. Дальневосточный федеральный округ. Вот он в красных шортах выходит на ковер. И в синей форме «Улу» Рахматила, Кыргызстан. Ну, это второй шанс. Борьба за бронзу. Здесь проигравший «Ваше» вылетает, становится зрителем, да. Набираться будет опыта с трибун зрительских. Ну, отрадно, что в других странах интересуется Хапсагая. И понимает, старается понимать философию именно вот этой борьбы. Где сцена ошибки, поражение. Да. Василий Кириллин. Одержал победу Дальний Восток. Классический Капсагай он предмонстрировал. Не стал долго вести разведку. Отошел, раскрыл и прошел. Проход правую ногу и цепляет противоположную ногу руками. И соперник на ковре. Вот, раскрывает, сейчас еще раз дернет. И проход. Боковой проход на коленный сустав. Сбивание за противоположную ногу. Следующая пара у нас северо-федеральный округ. Представляешь Анаш Атэш. И представитель Уральского округа и Татарстана Борис Куреш. Но здесь апелляция со стороны Тувинского борца. Анаш Апыш Ирустем Ханов. Ему показалось, что Ханов коснулся рук. Коснулся ковра, да? Один балл. Анаш Апыш Ирустем Ханов. Две минуты тринадцать секунд осталось. Здесь активная борьба. Обоюдно активная. И Рустам Ханов. Рустам Ханов. Освоился, можно сказать, да, уже бороться. Без пояса, без курки. Калата так называемого. О, на. Красиво. Красиво бросила Анаш Апыш. Пока он осваивался, уже поражение, да? Да, давайте посмотрим по второму. Замечательный момент. Одно из лучших движений, наверное. Во втором круге, как минимум. Так дергает соперника. Взял за предплечье, вот. Дергает сейчас. Дергает. Уходит. Вытягивает на себя. Да, вытягивает на себя. И за ногу. Как красиво, да, уронил. Как Леонид Спиридона почти как. Наши борцы и в вольной борьбе хорошо применяют, да, вот эти приемы. Вот как хорошо контролировал соперника. И вот дернул руку, да, предплечье. И защикал от себя. И защикал отку. Взял. Уже ничего не оставалось его сопернику. Ростемханов. Как тут защитишься? Надо. Не надо давать себя контролировать, конечно, да. Он инсцитут отдал, когда с равновесия он выводил. Здесь надо было чуть-чуть раньше. 70 килограммов сейчас начинает схват. Первый круг. Второй круг, извините. Никита Хабаров и Аврал Дамбанай. Якутия и Республика Тыва опять же встречаются на ковре. Это ответственная схватка. Очень-очень ответственная схватка для тяжеловесов наших. Обоих. Да, 70 лишних килограммов у ребят. То есть весовая категория свыше 70 килограммов. Ну, а то есть свыше 70 может быть и 150, да? Ну, нет, я имею в виду, что хоть сколько может быть свыше 70, главное, что больше 70 килограммов. Ну, ребята, ребята крупные. Александр Аконечников перед вами был. Сейчас он один из ключевых работников в детском нашем спорте. Также занимался подготовкой наших спортсменов к этим играм. О-о-о! Нет, нет. Был свисток, да. Один балл. Один балл. Станислав Афанасьев, да. Никита Хабаров. Станислав Афанасьев кидает кубик. Он тренер Никиты Хабарова. Пол свисток, по-моему, да? Да. Здесь такая же ситуация, которая была в предыдущей схватке. В предыдущей схватке. Александр Аконечников и борец, и в национальной борьбе, и в вольной борьбе себя. Хорошо зарекомендовавший спортсмен на высоком уровне понимает, конечно, борьбу от еды и вот как переживает за своих тоже сейчас подопечных. Конечно, один из руководителей нашей команды на Играх Дети Азии. Молодой, да, тренер какой у Тувинцев? Один-один. Один-один. В ней рабочая зона был, и, скорее всего, после свистка. Но здесь Хабарову надо быть попроворнее в защите. Он тоже в высокой стойке борется. Атакует Никита. Активные действия тоже проявляет. Классическая борьба больших людей, да? Крепко стоя на ногах. Работа. Захваты еще, да. Зашейные позвонки работа идет. За затылок. И блокирование, да? Блокирование локтями. Передвижение блокируется локтями. И проход ноги. Опять проявляет. Еще, еще, еще один балл. 2-2. Зарабатывает, да. Домбанай 2-2. Он выходит вперед. За минуту до конца схват. Ну, сейчас есть. Да, вышел за ковер сейчас. О, и победа. Че победа. Победа Никита Хабарова. Да, 3. 3-2. 3-2, да. Третье предупреждение. И выходит за ковер. Его соперник. Сейчас снова будет спорный момент. Здесь, да. Здесь очень спорный момент. Только в виде просмотра, да. Здесь судья была очень трудно. Просто он остался в ковре. И как бы с тыльной стороны выход был. Мог не видеть, да? Ну, просто через два человека, через два барса контролировать. Надо было им перебежать. Ну, а быстрые действия. И после челленджа победа присуждается. Барсу из Сибирско-федерального, да. А в Урал Дамбанай здесь действительно вышел, мне кажется, да, Никита Хабаров в первом за ковер. И 3-2. Умертеленный, такое спокойное лицо барса, да. Что есть, оказывается, это... Эдуард Максимов, синего угла выйдет. Да, борьба сейчас между двумя воспитанниками Якутской школы борьбы, но... Александр Алексеев. Да, Эдуард Максимов представляет Республику Саха-Якутия, вторую команду. А Александр Алексеев, дальневосточный федеральный округ, он в красной форме. Но оба борца друг друга очень хорошо знают. Ну, здесь, ну, как без разведки, да, так как ребята в каждом соревновании, в каждом республиканских турнирах встречаются друг с другом. Эдуард Максимов еще вольной борьбой занимается, он чемпион Дальнего Востока в этом виде спорта. И часто выступает в республиканских соревнованиях. Занимает призовые места. А Александр Алексеев является абсолютным чемпионом нашей республики. Республиканский турнир проходил. Ильин, знаменитого силача, именем турнира назван, и там абсолютным чемпионом стал. Внутренний захват за предплечье. С этого положения можно в Капсагае провести абсолютно все приемы. Посечки, обхваты, засыпы, выдергивание, выкручивание. Вот он пытался вывернуть соперника, вывести с равновесия. А сейчас вот Александр-то очень спокоен, но он не активен. Вон впереди маленько сейчас на один выигрышный балл. Центр ковра за Эдуардом Максимовым. Да, и закономерно получает он сейчас предупреждение Александр Алексеев и выигрышный балл Эдуарду Максимову. Какие-то вот защитные действия. Сейчас шанс Алексеев, Александр пытается искать на контратаке, поймать на ошибке Эдуарда. Но Эдуард знает, что в этом месте можно провалиться. Очень осторожно, это ложные атаки делает. Вот, выдергивает, подсекает маленько. Перевод хотел здесь предплечье сделать, но Александр удержался на ногах. Да, осталось всего 28,7 секунд. И кульминация этого, это выход в финал уже. Кто победитель будет бороться. И да, выдернул все-таки, вывел взравновесие и красивая победа Эдуарда Максимова. Хорошая победа действительно, упорная схватка была. Посмотрим повтор. Вот как дернул, да, и уронил. Наоборот, да, поймал Эдуард на активном действии Александра. Сейчас он контратаку хотел сделать, вот, вывернуть хотел из-за локтевого сустава, но он крупнее. Нет, Эдуард намного тяжелее, и захват соскользнул, и такой проигрыш. Следующая пара Ленар Ахмедшин и Омар Сарем Ихаб. Уральский федеральный округ и Сирия. Сирия, да. Это группа Б, весе свыше 70 килограммов. Опять же, продолжается борьба за бронзовую медаль. Один из выигравших будет бороться за медаль. Можно сказать и наоборот. Борьба за выживание. Проиграл-то уже зритель. Третьей группы нет. За пятое место бороться не будут. Эээ, красавец, да. Сирийский борец присмотрел, да, что можно оставлять атакующего борца. Сарем Ихаб Амар. Молодец. И в первом круге, да, проиграл-то по баллам, по времени проиграл. Он не чисто, а вот здесь победу одержал. И победил-то чемпиона России. Молодец. Вот, за голову выдернул и поставил на колени, да. Потерял равновесие. Да, Ленар Ахмедшин. С Татарстана, Уральский округ. Он вот пошел на пролом. Без разведки. Хотел, наверное, заработать выигрышный балл выталкиванием. Но здесь не то, что было. Развернулся и ушел с линии атаки. И победа. Следующая пара сейчас выйдет на ковер спортсмена из Кыргызстана. Акзамбул Балбаев в красной форме. И вот в синей форме выходит Харшат Вираж Дивекар. Индия. Харшат Вираж Дивекар. А вот спортсмены из Кыргызстана, как я сказал. Акзамбул Балбаев. Свободный круг у Нурхана Калдабая из Казахстана. Но эти ребята в первом круге... О, классическая борьба и сваливание. Акзамбул Балбаев выходит победителем. Не стали медлить, ребята. Остается только мотать головой, да? Индусу. Вот тоже хотел контроль за шею взять. Но здесь он попался в крепкий, очень плотный захват кыргызского борца и выворачивание на туше. Акзамбул Балбаев. Приглашается все приемы бедных мандатистов, безнайдных людей и садпояем в рентгаре подворяем. Проигравший и убивая победителем. Тяжело бросил, опасно бросил приемом классической борьбы. Индус на туше вложил. И третий круг, то есть это полуфинал. Но в группе Б за бронзовую медаль сейчас, ну не за сами бронзовую медаль, а за выход в малый финал будут бороться сейчас спортсмены весовой категории до 50 килограммов. Потому что финалисты в весе до 50 килограммов у нас уже известны, да? 50 килограммов. У нас известно. Да, у нас, так, кто у нас там вышли? Сейчас разберемся в протоколах. Да, Ижи Екер, Эрес Олович, да? Если не ошибаюсь. И наш Нергун Семенов. Андрей Винокуров. Да, Андрей Винокуров вышли в финал. Ну а сейчас за выход в малый финал борется Сергей Иванов. Республика Саха-Якутия. В красной форме и в синей форме. Сокбояр Бурен-Дурен. Монголия. Активен парень из Монголии. Очень активен. Пытается работать первым номером. Бурен-Дурен. И вот пытается сейчас, наверное, вытолкнуть за ковер. Да, вывел соперника за ковер. И заработал один балл. Напомню, что схватка до трех баллов ведется. Три минуты. И Сергею Иванову надо сейчас поактивнее работать. Его соперник. Опа! Сергей Иванов в финале. За бронз. Да, в малом финале. За бронзовую медаль. Весит до 50 килограммов. И узнаем его соперника в следующей схватке. Нергун Семенов. Дальневосточно-федеральный вопрос. И Эльичбек Турсуналиев. Кыргызстан выйдет на ковер. Ну вот здесь все время был Сергей атакует, защищается. И вот ушел и сбросил себя монгольского борца. И это приносит ему победу. И он остается в пульте в финале и будет бороться за бронзу. Ждет своего соперника Нергун Семенов. Да, и выходит Борис Сыргызстана. Эльичбек Турсуналиев. Тоже непростую схватку мы здесь ждем, да? Но здесь Нергун должен иметь превосходство. Он под диктовку должен пойти сейчас схватка. О-о-о! Ну да, и выигрыш. Да, всегда первым атакует, да, Эльичбек Турсуналиев? Так же, как и в предыдущей схватке. Он промечиво кинулся в атаку. Иногда это дает плоды, иногда нет. Вот сейчас победу одержал Нергун Семенов. Красиво тоже ушел от этого приема, да? И воронился. Работу ногами надо посмотреть. Да, вот он сцепляется и... Очень, очень здорово вывернул, да? Да, он коленный сустав подтянул и удлинил захват. За счет этого подтянул за себя, да, как веером. Да, за собой вытянул соперника. Вот здесь он уже... Просто у него другого выхода не было, как атаковать, да? А вот тут очень красиво уронил. И веером падает первым. Касается Коврас, его соперник. Нергун Семенов. Молодец. Хорошая победа. У нас известны все финалисты в весе до 50 килограммов. И мы переходим... За золото будут бороться Ижи Экер Эрес Олович, Сибирский федеральный округ, и наш Андрей Винокуров. А за бронзу будут бороться Сергей Иванов, Республика Саха-Якутия, первая команда, и Нергун Семенов, Дальневосточный федеральный округ. Три представителя Якутской школы борьбы, Хабсагай, и парень из Тубы в финале. 62 килограмма, третий круг. Это уже традиция такая нашего соревнования. Вильям Ичигаев, Республика Саха-Якутия, группа А. За выход в финал сейчас борются. И Ержан Бакыт, Казахстан. Это 62 килограмма уже у нас. И победа, да? Победа за 19 секунд. Вильям Ичигаев. Финалист первый. Он уже второй финалист у нас известен, да? Два борца с Якутией в этом весе. Да, здесь победу одержал Вильям. И отдыхает. Сергей Каратаев отдыхает. Он уже в финале. Он уже в финале, да? Я понимаю. Он уже в финале. И два борца с Якутией. Сергей Каратаев и Вильям Ичигаев будут бороться за золото. Два представителя сборной республики. И сейчас... И группа «Б» в этом весе, в весе до 62 килограммов. Тигран Симоньян и Василий Кирилль. Армения и Дальневосточный федеральный округ. Тигран Симоньян и Дальневосточный федеральный округ. Тигран Симоньян разновидно. Ну, многими видами спорта занимается. Он и борьбой вольной имеет успехи. В международном турнире среди кадетов в Монголии занимал серебро. Но здесь при завязывании руки оттянулся от противника и получил поражение. Василий Кириллен получает право бороться за бронзу. Вот, хотел засыпить, но попался... Сейчас за локтовой сустав он... Вот, видите, обратное движение круговое. И соперник с Арменией коснулся ковра. Так, Анаш Апырс, Анаш Апырс, Сибирский федеральный округ. И Циреночир Амгалан Батор в Монголии. Циреночир Амгалан Батор. Равные борцы, мне кажется, да? Да, школа одинаковая. Опа, Монгол как. Стремительно сейчас атаковал. Не ждал даже его соперник такого проворства, кажется. Да, интересный ход сделал монгольцы. Все, то есть первый, второй круг. Нет, Тувинец, да. Вернее, да? Анаш Апырс в красной форме. Анаш Апырс, посмотрим. Да, здесь чистая победа. Все внутри ковра, проходового ноги, колена. И зацепом снаружи сваливание противника. Полуфинальная встреча. Победители будут бороться в следующем круге за золото. Чистых международных спортивных игр. Дети Азии. Монгол сразу проход ноги и поднимает, да? И тяжело будет Эдуарду, да? Абрал Матбатер. Тоже не стал долго думать. И... За переднюю ногу захват. И сейчас он просто поднимет его. Перехват за обои ноги. И... Два финалиста в весной весовой категории у нас уже известно. И в группе Б также схватки продолжатся. Нурхам Калдебай в красной форме из Казахстана борец. И Саремихаб Алмар в Сирии. Очень интересно будет посмотреть, как Сирия сейчас. Сирия сейчас очень молодец. Он прошел уже с одним проигрышем. Две победы. И еще победы на его... И здесь... Закавер вытолкнулся от соперника. Молодец какой. Он освоился, да? Маленько освоился. Присмотрел хорошенько. И казахстанскому борцу... Тяжело просто. По весу меньше намного. Килограммов 5-6 с виду. И свое преимущество... Данное природой... Рационально использует сирийский борец. Не рискуя. И видите, как защищает ноги, да? Руки внизу. Готовы встретить. И переходит к казахскому борцу работать на дальность. За запястье. Тем более, что он намного уступает своему сопернику. И неудобно ему работать. А в ноги не пройдешь. Просто так. Нырок. И... Со спиной оказывается. И что сделает? Вот так. Опа! Поднял. И положил. Какая радость, да? Да. У него... Он уже будет бороться за бронзу. Молодец. Амар Саремихаб. Отличную борьбу продемонстрировал. И характер показал свой. Борцовский хорошо общается со зрителями, болельщиками. Тоже благодарит. И у него уже, по-моему, сторонники здесь появились. Личные болельщики даже. Молодец. Действительно. С выше 70 килограммов будет вечерней у нас программе, которая начнется у нас, напомню, 15. Да, 15. 15. Второй части программы. Финальные схватки будут. Но он Монголу, да, сопротивление какое делал. И спорный момент был. Челлендж смотрели. Саремихаб Аммар. Молодец. Еще раз скажем. Ну и еще одна схватка в весе свыше 70. Группа Б. То есть, опять же, за бронзовые медали. Борьба за выход. Малый финал. Акжамбыл Балбаев. Кыргызстан. В красной форме выйдет. И Никита Хабаров. Республика Саха-Якутия. Первая команда. Оказывается, еще Амару надо еще раз один круг сделать. Алексей Александр у нас, да? Свободный. Пять человек еще. Остались, да? Да. В этом весе еще. Акжамбыл Балбаев. Никита Хабаров. Вот Никита, вот с этой парой, кто победитель, он будет бороться в вечерней части программы за бронзу. Ну да, здесь видно было, что Никита готовил. Упирал своего соперника к себе, чтобы он делал ответное движение и сбил его на ковер. Залит, конечно, что Никита не смог попасть в финал, да? Чуть-чуть ему не хватило. Три-два. Было бы очень любопытно посмотреть. А вот здесь очень красиво, хорошо. Быстро надержал победу. И четвертый круг. Весовая категория до 62 килограммов. В группе Б. За выход в малый финал борются Рикеш Снамбияр в красной форме и из Индии. И Василий Кириллин, вот он перед вами, Дальневосточный федеральный округ. Очень равномерно выходит, да? Размеренно, да. Да, размеренно как-то. Спокойно выходит на ковер. И вот завелся маленько, завелся. В глаза, глаза посмотрел. Такое ощущение, что... Ну, здесь Василий своей борьбой должен показать. На что он способен. Ну, все время от борьбы уходит индийский борец. И бал. Василию Кириллину, да? Отбивается просто, да? На дистанции отбивается. Ну... Не дает Василию показать свою борьбу. Вот здесь все, да. Как первый тесный захват. И засыпаем изнутри. Который очень хорошо умеет у нас делать Семен Семенов, да? Его прием. Ну, и с коренным приемом. Очень хорошо свалил свое соперник. Вот, да, выдернул. Здесь уже захват. Уже равновесие нарушено. Вот, мы, да, зацепил. И все. Полетел индус. Еще одна схватка в этом весе у нас будет. Василий Кириллин в вечерней программе будет бороться за бронзовую медаль. Вот, дернул. Вошел в захват. Зацепил. Уронил. Но затратил определенное время для этого. Просто индийский борец уходил от борьбы. И первый тесный захват. И сразу же прием. Анаш Апыш в красной форме. И спортсмен из Казахстана. Вот он идет к ковру. Ержан Бакыт. Тыва и Казахстан. Здесь, да, тувинский борец уже настрой очень серьезный. Он просто по своему результату, да, маленько сдал в команде. Поэтому ему надо пройти, ну, маленькую реабилитацию перед своими друзьями. И он очень активно начинает борьбу. Но крепкий орешек. Казахский борец. Свисток. И первый балл. Анаш Апыш. Ну, посекает все время. Это ложный. Ждет своего момента. И дождался. Перенапрягся казахский борец. И хотел силовым методом вытолкнуть. Ну, и Анаш Апыш выходит в малый финал. Весит до 62 килограмма. Будет бороться с Василием Кириллиным. Дальневосточный федеральный округ. Также воспитанник нашей школы борьбы. Вот это будет интересно. Очень интересно. Действительно нас в схватке ждут в финале. Обязательно посмотрите. 70 килограммов. Сусть 70 килограммов. У нас остаются две схватки. Александр Алексеев. Дальневосточный федеральный округ. И Сарем Ихаб Омар. Сирия. О чем мы говорили, да? Что еще надо побороться. Ну да, это ты. Вот тоже танец. Тувинский. Тувинцы все равно сегодня в финале почти все, да? И у нас Алексеев Александр. Дальневосточный федеральный округ борется против сирийского борца. С каждым кругом сирийский борец набирается опыта. И понимание борьбы ему переходит очень быстро. И уже завоевал симпатии зрителей. Появились его болельщики. Своими возгласами, речопками поддерживает борца из Сирии. Но Александр Алексеев здесь фафорит, да? Да, за срыв захвата, уход с борьбы. Первый балл. Алексеев зарабатывает. Минута прошла уже. И 1-0 ведет Александр Алексеев. Не дает ему и попытка атаки с коленного сустава. На этом движении можно поймать сирийского борца. Александр должен это прочувствовать. Но он не спешит. Инициатива сейчас на стороне сирийского борца. Осталось всего полторы минуты. О, третьи попытки. Но здесь он не должен отдать. Сейчас Сирийский ищет, ищет. Два раза попытался, ложно атаковал. Третий раз уверенно захватил за ноги. Но уверенно защиту провел Александр Алексеев. Осталось 54 секунды. Сирийский борец. Сирийский борец. Сирийский борец. Еще балл. Александр Алексеев возмущается. Да. Сирийский борец. И пошел в атаку, конечно. Уже будет он сейчас до последнего бороться. Швунги, швунги пошли. Предупреждает арбитр. Да, что-то разогрелся, перенервничал маленько за предупреждение. Ну, горячий парень, да, из Сирии. Очень горячий. Он работает на самом-то деле, но пробивать не может. И да. Остался. Остался под своим соперником. Да. И три ноги. Не согласен. Чистая победа. Ну, посмотрим. Челлендж бросили. Но здесь балл, если одновременно, да, по правилам Капсагая, атакующий борец должен получить выигрышный балл. Втягивает на себя. И локтем первым, мне кажется, упал. С этого ракурса, да? Да. Праведливое решение. Александр Алексеев одержал победу в этой схватке. Но надо, опять же, похвалить спортсмена из Сирии. Очень горячий парень, который не согласен, конечно, с этим решением. Но это эмоции, конечно. Без эмоций никак. Это спорт. Нет, он на себя, на себя, что не довел до конца свои действия. И у нас решающая схватка тоже в группе «Б». Кто вылетит, а кто останется бороться за бронзу. Выход в малый финал. Оспаривать будут Никита Хабаров, республика Сахая-Якутия, и Андрай Поревсурен в синей форме в Монголии. Ну, Никита здесь должен, не доведя до таких решений, он должен здесь в момент выиграть. Просто по борьбе в первых кругах Никита был намного сильнее. Он сейчас вот плотный захват, крестный сверху, с туловища, да? И выход за ковер монгольского спортсмена. И выигрышный балл первый Никита зарабатывает. Да, на дистанции уже перешел монгольский борец. Просто против Никиты в силовом борьбе он... ...выигрышный балл за уход... ...ну, монгол срывает захваты, блокирует. Вот, это в Хабсагае запрещается. И теперь, да, вынужден монгол предпринимать активные действия. Да, ну, вот опять попытка свалить, выдергивание. Но Никите тоже надо как-то... ...надо его сбивать и сбивать за затылок постоянно контроль. Монгольский борец уже... Да, достаточно одного балла, да, для... ...выигрыша, но... ...чтобы выиграть... ...на монгольский борец нашел... ...ключ к Никите. И попытка опять. Да, здесь он не помог свободной рукой. Одной рукой-то Никиту свалить трудно. Но Никите бы сейчас тоже не поспешить. Осталось. Может он сейчас попытку сделать, да, за ковер вывести, но... ...на движение может его и монгол поймать. Да, подсказки идут, да. Тренерам очень сложно за ребят. Ребята молодые, горячие. Никита остановился, он просто контроль заспалил. И выдернул его вниз. Рывком завалил, и монгольский борец коснулся. Край ковра. И Никита Хабаров выходит. Финал. Финал. В малый финал будет бороться за бронзовую медаль в категории свыше 70 килограммов. Мы начинаем финальные схватки второго соревновательного дня по национальной борьбе Хабсагай в рамках шестых спортивных игр Дети Азии. И у нас сегодня три веса решающие схватки. Сейчас весит до 50 килограммов борьба за бронзу. И вот очень активно начинается у нас схватка. С первых же секунд у нас бросаются борцы в бой. И Сергей Иванов в красной форме. Республика Саха-Якутия. Вторая команда. И Нюргун Семенов в Дальневосточный федеральный округ. Да, сейчас атака идет со стороны более активного Сергея Иванова. Он контролирует и постоянно пытается пройти колено с уста правой ноги Нюргуну. Но Нюргун сейчас проигрывает. Ему надо активный, более активный, тесный захват. Он пытается за левую руку перевязать его себе. Но Сергей Иванов отрывается. И очень хороший уверенный проход. И результативная атака Сергея Иванова. И первый бронзовый призер второго соревновательного дня по борьбе в своей весовой категории до 50 кг становится Сергей Иванов. Сборная команда Республики Саха-Якутия. Первая команда. Вторая команда Республики Саха-Якутия. Сергей Иванов. Бронзовая медаль. Первая медаль второго дня на счету у Сергея Иванова. Вот отличная схватка получилась. Очень быстротечная. В течение минуты разобрались, кто из них сильнее на данный момент. И выиграл Сергей Иванов. Сначала бронзового финала Сергей вышел более уверенным. И за счет этого веря в себя позволило ему пройти в ноги. И перехватом за другое колено свалить соперника на ковер. Ну и схватка за золото в этом весе. РС Олович Ижи Экер и Андрей Винокуров. Сибирский федеральный округ. Республика Тыва и Республика Саха-Якутия в синей форме. Да, обоюдный захват, но... Очень, да, высокий парень Ижи Экер РС Олович. И, да, со стойки как взял, да, ногу нашего соперника. И быстро также решил исход этой схватки. Молодец Ижи Экер РС Олович. И третья золотая медаль у спортсменов из Тубы. И очередной танец Орла, да? Да, и танец Орла, красиво. С флагом родной республики. Круг почета. Да, смотрим повтор. Вот как взял, да? Очень высокий парень в этом весе, да, 50 килограммов. И очень хорошо использует свои физические данные. Ижи Экер. Здорово, здорово. И мы видим арбитра, судью Синьи, который здесь тоже очень хорошо отработал. Не допустил никаких ошибок. И интервью сейчас. Сегодня Сибирский федеральный округ уже, по-моему, четвертую, да, золотую медаль завоевали. Ну, как отборолся, пусть расскажет потом. Спасибо. Мы очень благодарны за поздравления. Мы вот еще раз. Экер тоже доказал, чтобы Тувинская школа борьбы тоже сильнейшая. Он тоже очень радуется, что победил именно якутского борца, в финале очень сильного якутского борца. У него в весе тоже были хорошие, ну, именно хабсагаисты, да, якутские борцы. Он безумно рад, рад с ней с чем сравнить, чтобы он удалился их. Ну, пусть он тоже сам несколько слов скажет, да, о хабсагае, о виде, о нашем якутском национальном виде. Пусть тоже немножко расскажет, да, как о русском. Я очень радуюсь. Я очень радуюсь. Спасибо за победу. Ну, как было, сложно или не очень? Сложно было, да. Кому посвящаешь свою победу? Адрель. Адрель. Родителям. Родным и близким родителям. Посвящает свою победу родителям. Республика Тува. Республика Тува. Победу он посвящает свою. Спасибо, спасибо. Итак, церемония награждения. Весовая категория до 50 килограммов. Бронзовая медаль у нашего Сергея Иванова. Вот он перед вами. Его тренер Василий Васильевич Ульгуров. Также известный наш борец. Хабсагаев до сих пор чемпион, надо сказать, Василий. Хочу сказать, что награждает нашу бронзовую призюру. Наградил очень знаменитый человек в Индии. А в Индии живет более миллиарда человек. Это один из богатейших людей в Индии, который взялся пропагандировать якутские виды спорта. Он продвигает в Индии масс-рестлинг и одновременно занимается борьбой хабсагаев. Часто приглашает.